Друзья, прочитаю из книги пророка Иеремии, с 33 главы, сначала, с 1 по 11 стих. И было слово Господня к Иеремии вторично, когда он еще содержался во дворе стражи. Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее, Господь имя ему. Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Ибо так говорит Господь, Бог Израилев, о домах города сего и о домах царей иудейских, которые разрушаются для завалов и для сражения. Пришедшими воевать с халдеями, чтобы наполнить дамы трупами людей, которые я поражу во гневе моем и в ярости моей за все беззакония, которые я сокрыл. Все беззакония, которых я сокрыл, лицо мое от города сего. Вот я приложу ему пластырь и целебные средства, и уврачую их, и открою им обилие мира и истины. И возвращу плен Иуды и плен Израиля, и устрою их, как в начале. Очищу их от всего нечестия их, которым они согрешили предо мною, и прощу все беззакония их, которыми они грешили предо мною и отпали от меня. И прощу меня, Иерусалим, радостным именем, похвалою и честью пред всеми народами, которые услышат о всех благах, какие я сделаю ему, и изумятся, и затрепещут от всех благодеяний и всего благоденствия, которые я доставлю ему. Так говорит Господь, на этом месте, о котором вы говорите, оно пусто, без людей и без скота, в городах иудейских и на улицах Иерусалима, которые пусты, без людей, без жителей, без скота, опять будет слышен голос радости и голос веселья. Голос жениха и голос невесты, и голос говорящих, славьте Господа Савоофа, ибо благ Господь, ибо вовек милость его, и голос приносящих жертву благодарения в доме Господнем, ибо я возвращу плененных сей земли в прежнее состояние, говорит Господь. Друзья, ну много раз слышали это место и читали, да? Это слово сказал Господь Иеремии, когда? Когда Иерусалиму был уже вынесен окончательный приговор. Город будет отдан в руки царя Вавилонского, и народ иудейский будет отведен в плен, и ничего хорошего в ближайшие годы, в общем-то, для Иерусалима не будет. Друзья, почему? Ну за беззаконие, хотя, в общем-то, немного от них и требовалось. Послушать Бога, послушать Слово Божье, повернуться к Нему, ну и все. Друзья, ну царю очень не нравилось. Не нравилось пророчество Иеремии, и он в злобе и в бешенстве приказал Иеремию посадить в тюрьму, написано в дом стражи, это первое заключение Иеремии, в яму с грязью он будет посажен потом, ну а пока, так сказать, как сказать нашими словами, военный гарнизон, гаупвахта, посещение свободное к нему, там он и содержался. И Бог говорит, смотри, нас не слушают, тебя не слушают, меня не слушают, Бога не слушают. Значит, будем говорить с ним по-другому. Сейчас к тебе придет твой двоюродный брат Анамиил и скажет, по праву родства я хочу тебе продать землю, поле в земле Вениаминовой. Ты купи ее, и все. И только Бог говорит, приходит брат, говорит, я тебе хочу продать поле, которое должен по наследству только родственникам. И они оформляют сделку при свидетелях, запечатают все. Бог говорит, это, это пред лицом Израиля. Это, чтоб вы видели и чтоб слышали. Да, сейчас люди там все, которые вокруг, Иерусалим, воины, жители, они в панике. Они, военные слухи, идет враг, враг очень сильный, враг беспощадный, безжалостный, города перед ним падают один за одним, они двигаются на Иерусалим. И все в этом состоянии, этого психоза, этой паники. Вот, Бог говорит, а вот это, то, что ты пророк, и они знают, что ты пророк, и ты совершил эту сделку, это для них знамение. Это знамение от Бога, и они должны его принять. А знамение какое? Ты купил землю, ты будешь нанесеять, сажать, приносить, собирать плоды, там прибыль, которая будет, то есть землепашество, это длинный бизнес, то есть все будет хорошо. Ну, опять, люди, пожалуйста, Бог приготовил для вас благо, только надо, опять, все то же самое. Послушайтесь Бога, послушайтесь Бога, ничего больше странного, никакого ничего, послушайтесь Бога, что Бог вам приготовил, что Бог вам указывает на ваши грехи. Написано в храмах, они там и Богу поклоняются, и тут же приносят там жертвы валом, детей через огонь, там и, ну, в общем, нахватались и дала поклонения. От соседних народов, и в этом кураже Бог говорит, очиститесь, покайтесь, примите минимальное наказание. Он говорит, все, вот это просто так для вас не пройдет, но минимальное наказание вы принимаете, и дальше все будет хорошо. Вот, ну, они в ожесточении, да кто ты такой, да как это так, да мы сами все знаем, да нет, и поворотились спиной. Бог говорит, они поворотились ко мне спиной, я учил их, я сейчас прочитаю. 23 стих, 32 глава, 32 глава, 33 стих. Они обратились ко мне спиною, а не лицом, и когда я учил их с раннего утра учил, они не хотели принять наставление, и в доме, над которым наречено имя мое, поставили мерзости свои, оскверняя его, устроили капище валу в долине сыновей Еномовых, чтобы проводить через огонь сыновей своих и дочерей своих. И вот на них гнев, ярость и великое негодование. Друзья, ну вот, вот лицо Бога, вот лицо Бога нашего любящего, милощего. Он говорит, на них гнев, ярость и великое негодование. Вот так бывает, да, это наш Бог. И Он говорит, я не оставлю здесь камня на камне, и дома завалю трупами, и устрою так, что остальных всех уведут в плен. Вот именно за это, именно за ожесточение и, ну вот, эту жестоковыность. Ну, а потом, а потом, соберу их и благословлю, и устрою, и Иерусалим опять расцветет. И Иеремия в таком унынии, он не видит результата в служении, вот, ну, в личной жизни не устроится. Ну, все плохо, друзья, именно в промежутке вот этого времени, ну, Иеремию тоже стала накрывать эту безысходность. Что, как, вот, ну, толку от всего этого. И написано, первый стих, 33 главы, было слово Господне к Иеремии вторично. Вторично. То есть, говорит, Иеремия, а ты помолись мне. Ты не замыкаешься, не загоняйся в свои какие-то проблемы, в свой негатив какой-то. Ну, бывает так, что сам задумаешься, никого не видишь, и тебе плохо, и ты... Бог говорит, нет, нет, ты помолись. Третий стих. Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. И дальше Бог перечисляет великие благословения. Говорит, я опять этот народ благословлю. Я опять соберу их. Опять у них будет благодействие такое, что все окружающие люди будут видеть и удивляться, и поражаться, и как дома полные коробочка, и дети здоровые. И все будет, говорит, и будет голос рениха и невесты на улицах. Вот, и такие благословения будут. Славьте, славьте Господа Сауфа, ибо благ Господь и вовек милость Его. То есть, то, что Иеремия не мог себе представить даже в смелых своих мечтах и воображениях нарисовать. Бог говорит, ты помолись. Я хочу тебе это показать. Я хочу. Но для этого обратись ко мне, друзья. И Он показал Иеремии на много-много лет вперед, что еще ожидает народ и что еще ожидает Иерусалим. Друзья, первое, о чем хотелось бы остановиться и немножко порассуждать, это Бог говорит, я покажу тебе то, чего ты не знаешь. Друзья, Бог хочет, чтобы мы видели, чтобы мы все усвоили очень важную истину. Мы все далеко-далеко не знаем все. Не все знаем. И Бог хочет, Бог хочет нас поднять, Бог хочет нас наполнить вот этой божественной информацией, хочет открыть. Иеремия мог бы сказать, Господи, да я знаю пророков, знаю псалмы, знаю закон твой, за столько лет служения я уже наполненный вот так. И, друзья, мы все тоже много чего знаем, как только что-то нам интересно, мы включим YouTube, там проповеди, тут все, по воскресеньям, разборы, все. Мы все много чего знаем, друзья, но мы должны понимать, что у Бога всегда, всегда есть что-то новое и прекрасное, то, чего мы еще не знаем. И как хотелось бы, чтобы мы все дети Божьи имели этот смиренный настрой, принимать от Бога слово, молиться об этом и быть готовными услышать всегда от Бога истину повеления, волю Его. Друзья, и после этого, я думаю, имея такой настрой, Бог будет с нами говорить, Бог обязательно будет с нами говорить, Бог будем получать от Бога и наставления, и водительство жизни, откровения из Его Святого Слова и очень-очень много тайн и благословений. Вот я думал за откровения, да? В Библии есть книга, называется «Откровения», последняя книга Библии. Когда Иоанн получил это откровение, он был на острове Патмос, написано, первая глава, и говорит, я был в духе день воскресный. Ну, нашими словами, что можно еще лучшего ожидать от верующего? Ну, пришел бы какой-то к нам человек неверующий, сказал бы, я хочу покаяться, я хочу быть верующим, хочу быть членом церкви, служить Богу, все, жизнь посвятить. Ну, что бы мы ему сказали? Покайся, хорошо, я покаялся, все. Дальше что? Ну, ходи в собрание, правильно? Воскресенье, Дегтярево, 39, 10 утра, вперед, ну, так, для начала. Я был, Иоанн говорит, я был в духе, день воскресный, полностью обращен к Богу, и говорит, я услышал голос, который говорил со мною. Христос говорит, и чтобы увидеть того, кто говорил со мною, ему что пришлось сделать, кто помнит? Обернуться, повернуться. Друзья, бывает так, что мы в духе, в день воскресный, в день субботний, в день в среду, каждый день, утром, у нас все хорошо, мы молимся, обращаемся к Богу, но потом Бог говорит, и оказывается, чтобы Его услышать, чтобы обратить внимание, чтобы принять, чтобы внять, чтобы стать перед Богом лицом к лицу. Лицом к лицу, так как Бог хочет. Самое близкое, самое тесное общение. Друзья, надо к Нему повернуться. От всех своих каких-то умствований, жизненный опыт, образования всякие. Друзья, нужно повернуться. И тогда Бог будет говорить, тогда Бог будет посещать прекрасными, великими, новыми и свежими откровениями. Друзья, хранить ум, сердце в смирении, сознавая, что я еще ничего не знаю, так как должно знать, как говорил апостол Павел. Вторая мысль из этого текста, что у Бога для нас есть, оно всегда очень великое. Друзья, Бог хочет, Бог хочет делиться с нами великим. Не просто кое-как, не просто так. Воззови ко мне, я отвечу к тебе и покажу тебе великое. Друзья, Бог тот, это тот, который великий. Наш Бог тот, который непостижим, вседержитель, да, Ио говорил, мы не постигаем его. Бывает молимся, бывает получаем ответ. Друзья, сколько приходилось обращать внимание друзей. Поступает по одному, потом по другому, по третьему. Как поступить? Как быть? Как? Я говорю, друг, подожди, я точно знаю, ты молился на эту нужду? Да, молился. Ты получил ответ? Получил ответ. А почему ты сейчас думаешь, что нужно как-то по-другому поступать? Или действуешь по-другому? Почему ты этот ответ Божий не воспринимаешь как нечто великое? Друзья, ответ Бога. Я думаю, что не стоит. Да, он может быть в тайной комнате. Я думаю, что Бог говорил Иеремии там, в доме стражи, в этой камере, где никого не было, ни на торжественном собрании, ни сходил огонь с неба, и с буквами это писалось, ответ Бог отвечает. Бог отвечает тихонько. Друзья, но это великое. Это великое. Потом мы путаемся, пренебрегаем. Да, а может это не ответ Божий. Мы пренебрегаем, и в жизни хаос, в служении хаос, и все такое. Бегаем, спрашиваем, опять вопрошаем, опять поживем, хорошо, хорошо. И опять так взял. Бог говорит, воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое. Апостол Павел говорит, я не стал советоваться с плотью и с кровью, я не стал спорить с Богом. Повеление Божие есть, ответ Божий есть. Все, это великое. Друзья, написано так, что Давид, Даниил, пророк Даниил, расположил сердце свое, и Господь показал ему великие откровения. Расположил сердце свое и молился. И был в посте, написано, что 21 день не ел вкусной пищи, смирялся и просил. Просил и молился. Друзья, и он, какие откровения были? И для его времени, и для будущего времени, которое мы видели, уже исполнилось. И наперед, которые еще не исполнились, мы еще не видели. Но он уже видел. Друзья, Бог хочет нам посылать великие свои откровения, чтобы свет, познание Божие, они наполняли наши сердца. Всегда. Точно так и в материальной жизни. Вот, церковь скоро будет отмечать очень волнующее событие, восстановление дома молитвы. Друзья, волнующее. Вот, с братьями рассуждали, ну как это, как праздник, или как траур, или так, или так. Вот, ну, что это после пожара? Восстановление дома молитвы после пожара. Вот, как, так или так? Друзья, ну, и так, и так. Бог посетил. Это было посещение Божье. Это было посещение Божье. Друзья, это великое. Это великое. И нам не пренебрегать этим. Извлечь уроки. Дорожить этими уроками. Молиться Богу, Господи, пожалуйста, чтобы нам не остаться в этих обстоятельствах ненаученными. Ненаученными. Потому что в дальнейшем, ну, жизнь, она короткая. Она достаточно короткая. Чтобы нам правильно двигаться, чтобы нам не туда-сюда, не штормило, не направо, налево, вот, а именно ровненько. Как Иисусу Навину говорил, не направо, не налево. Держись крепко. Книги закона. Друзья говорит, великое и недоступное. Поделился недавно в другой церкви с друзьями своими откровениями. Из личной жизни, так сказать. Бывает и в личной жизни. Ну, просим, не получаем или не просим. Бог говорит, вы просите. Вы просите. Некогда был такой пример. Ну, жили мы с Оксаной в доме у бабушки. 44 квадратных метра, бабушка, Катя, Дарина, Ангелина, София, я, да, Захар готовился, так сказать. Да. И все, и все. Решить вопрос же личный, ну, вообще не представляло возможности. Недоступное. Недоступное. Теща звонит, говорит, сынок, ты сходи. Вот там, говорят, вот там внизу на Агарина, говорит, там квартиры раздают. Я говорю, ма, ну. Она говорит, ты сходи. Многодетным. Да понятно. Ну, я, в общем, ну, короче, потом сел, подумал. Говорю, ладно, я пойду. Все. Ну, мать сказала, надо ради уважения. Хоть и теща, ну, ладно. И пошел, да, пошел туда, куда она сказала. А, захожу. Здрасте, здрасте. Квартиры раздают. Они говорят, ну, так, ну, да. Ну, только не здесь, говорит. Это надо туда, на рабочую поехать. Я поехал туда, на рабочую. Захожу. Это 2005 год. Захожу. Подъезд. Просто подъезд. Уденький коридор. Кабинет, кабинет, кабинет. За поворотом кабинет. Пару лампочек на 40 вкручено. Полумрак. Людей забито. Просто битком. Ну, квартиры раздают. Просто битком. И на стенах листики А4 висят. Мелким шрифтом что-то написано. Все. Я вот так зашел туда. Вот так. Ничего не видно. Ничего не понятно вообще. Что там, как. Открывается дверь. Время консультации. Заходите. Завалили туда. Полный кабинет. Что-то быстро, быстро, какими-то терминами оттарахтело там этот консультант. Все, выходите. Следующая партия сейчас заходит. Ну, все. Я вышел оттуда. На белый свет вздохнул. Думаю, ну, Господи, что. Ну, сейчас уйти. Это, ну, проще всего, да? Уйти. Можно вернуться. Помолился. Вернулся. Зашел. Друзья, ну, через год, через год. Уже родился Захар. Он на руках был. Министр по делам молодежи спорта мне ключи вручал. Дали квартиру в Новострое. 110,1 квадратов с четырьмя балконами. Торжественно. Друзья, это не милость Божья. Это не благодать. Великая и недоступная. Ты служи. Ты служи, уповай, молись. Молись, жди. Бог говорит, я хочу тебе показать. Иеремия, ты не думай, что тут оно. Живи жизнью полной. Живи жизнью красивой. Жизнью Божией. Друзья, дали квартиру. Я поднимаюсь в нее. Ну, думаю, ну, квартиру. Да, что мы представляем квартиру? Я поднимаюсь в нее. 110 квадратов. Ну, достаточно немаленькая. Короче, пустая. Пустышка. Братья, кто в стройке разбирается. Бетонные стены. Два стояка канализационных. И посередине до середины один перестенок технологический. Все. Заходи, живи. Откуда делать ремонт? Как? Где средства? Что? Молись. Мы молились в посте с детьми одного, второго. Все вместе дети почитали. Обращаемся к нашему Богу. Бог у нас есть великий. Он говорит, ты молись. Обратись. Я покажу тебе великое и недоступное. Покажу тебе руку чудеса мои. Знаете, сделал ремонт. Ну, я не знал. Застройщик, генеральный директор фирмы вызывает. Говорит, Руслан, ты знаешь, вот до нас придет на открытие этот. Янукович, он тогда премьером был. Вот, у тебя лучшая квартира в доме, хотя там публика просто. Говорит, у тебя лучшая. Нам после открытия надо фуршет небольшой, чтобы поднялись до тебя, сели, выпьем шампанского и все. Я говорю, спиртное. Он говорит, ну а как-то. Я говорю, нет. Да ты шо, ну ты шо, ну как? Такое бывает в жизни не у всех и то. Ну, ты знаешь, будет президентом. Президент у тебя. Я говорю, нет. Спиртное, нет. Бог мне дал. Бог мне дал. И поэтому осквернять, налагать вот эту руку нечистоты, грязи вот этой. Вот. Нет. Еще раз нет. Вот, о, а, ну тогда Янукович поехал встречаться с коллективами заводов в Днепрожинск, кажется. А, был тут тоже министр один там, ну все. И на втором этаже они там зашли в какую-то там, там что-то вроде посидели, но меня там уже не было. Друзья, Бог говорит, великое и недоступное. Чудеса Божьи для нас приготовлены. И знаете что? Иногда бывает, что представляют верующих, ну как ущербные. Да вы такие недалекие, мирских радостей не испытали, и того не знаете, и этого не знаете. И этого не видели. Я говорю, друзья, вот те, кто в мире, так говорят, могут так говорить, потому что они не видели. Мы верующие. Мы верим Слову Богу. Нам открыта тайна мироздания, друзья. Мы испытали общение с Богом живым, да? Кто скажет, что нет? Кто скажет, что нет? Друзья, первое общение, первая наша молитва, это когда вышли, обратились, готовились к этому, да? И дальше, дальше. Бог, Творец, Он благоволил нам. Он слышит нас. Он отвечает на наши молитвы. Друзья, мы знаем смысл жизни. Мы знаем устройство мироздания, прошлое, настоящее, будущее человечества. Разве это не великое? Ну и еще в заключении хочется сказать, с привязкой уже к сегодняшнему дню, еще великое это что? Это голос написано «жениха и невесты». Не где-то какой-то, как сейчас в кавычках называют, гражданский брак. Сошлись, разошлись, а где-то там, а потом тут, а потом с кем попало, а потом опять, и страсти, мордасти, там все. У нас гражданский брак. Нет, друзья, нет. Брак – это вот здесь. Это здесь. Перед Богом, перед Церковью, перед Святым Писанием, узаконенный и с молитвой. Вот это брак. Друзья, написано, что голос жениха и невесты. Вот это великое. О чем это говорит? Это говорит о том, что время благодати, время благословения Божия, оно продолжается. Оно над нами, друзья, что небо еще отверстое для каждого человека, который придет к нему, покаяться в грехах своих, обратиться. Бог готов принять сыны свои, дети свои. В Церковь готов принять. Служение вручить какое-то, друзья. Разве это мало? Рука Божья протянута каждому из нас. Друзья, милость Божья каждому из нас благоволит. И даятель этой милости написано, трости надломленной не переломит. И льна курящегося не угасит. Друзья, милость без упреков, без условий. Приди, покайся, только обратись. Обратись нашему Господу Иисусу Христу. И Он покажет великое и недоступное. Аминь. Помолимся. Владыка Божий, благодарю за милость, за благодать Твою, за то, что Ты любишь нас сильно-сильно. Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты так благоволишь к народу своему. За то, что Ты хочешь, чтобы мы имели всякие познания. За то, что Ты хочешь нам открывать тайны. Господи, благословлять по-всякому. Слава Тебе, Господи. И мы знаем это. Благодарю за то, что наши жизни, наши судьбы Тебе не безразличны. И Ты ведешь нас в небо Твоей твердой рукой. Господи, благослови. Благослови еще тех, кто стремится к Тебе. Благослови еще тех, кто не посвятил свое сердце Тебе. Господи, чтоб немедлили. Чтоб торопились. Чтоб обратились. Господи, чтоб покаялись. И вошли в Твой покой. Господи, благослови. Благослови еще предстоящее служение. Тебе хвала за все. Аминь.